Вот и завершился наш первый турнир, посвященный Дню Мирового Массового Футбола под эгидой Российского Футбольного Союза УЕФА и ФИФА. И мы с вами, я хотел бы поблагодарить вас еще раз за участие, приступаем к награждению победителей, призеров и лауреатов турнира. Я хотел бы начать награждение с команды, которая у нас заняла четвертое место. Эта команда у нас уже традиционно участвует в соревнованиях на протяжении этого года. И надеюсь, что они продолжат свое участие, несмотря на маленькие неудачи, успехи к ним придут. Ну а сегодня мы их награждаем памятным, утешительным призом, приглашаем представителей команды. Также мы награждаем команду сертификатом Дня Массового Футбола. У нас наши гости, я прошу, подойди, Эрик Федорович, еще подойдите, пожалуйста, у нас гости, вот, лицо нашего турнира, поэтому, пожалуйста, поблагодарите. Третье место заняла команда ФК Меленки, которая награждается памятным кубком и сертификатами. Игроки награждаются сертификатами. Давайте поздравим, поблагодарим за участие в команде ФК Меленки. Поздравляем, ребята. Второе место заняла команда Кутузы. Приглашаем капитана команды, давайте поблагодарим эту команду за участие. Поздравляем. Поздравляем. Джентльмен. Молодец. Победителем турнира стала команда Хризалит. Город Владимир. Давайте поприветствуем команду. Молодцы. Поздравляем. Также, жюри определило лучших игроков и лауреатов турнира. Лучшим вратарем признан Маркин Валерий, команда ФПК «Миленки». Молодцы, молодцы, спасибо. Лучшим защитником признан Голованов Алексей, команда «Автоимпорт». Давайте поприветствуем, ребят, поблагодарим. Поздравляем. Лучшим полузащитником признан Никитин Игорь, команда «Хайзолин». Лучшим нападающим признан Галочкин Роман, команда «Кутузы». Поздравляем, Роман. Также в команде ФК «Миленки» у нас сегодня принимали участие дед и внук в турнире. На двоих им исполнилось 83 года. Давайте их поприветствуем. Это Плеяда Батышева. Спасибо, говорит, деду за победу. Приурочив ко дню 9 мая, приглашаем, ребят, вас. Дедушки, это вот дедушки, а это внук. Специальным призом мы отметим и Константина Александровича Касаткина, который у нас на протяжении многих турниров. Он очень активно, примерно занимается документами и одновременно командой. Успевает везде. Говорит, в команде оказывается еще Касу ведет. Давайте его отметим. Поблагодарим. Ребят, огромная просьба на общие фото на фоне баннера. Я еще раз благодарю вас за участие в турнире. За участие в турнире. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо.